Развивается удивительная история. Женщина руководит футбольной командой. Это только вершина айсберга. С другими подробностями Сергей Акулинин. Это стадион Месталья. Здесь играет свои домашние матчи Валенсия. Мощнейший бренд испанского клубного футбола с бюджетом примерно в 150 миллионов евро. Большую часть которого нужно раздать по долгам. В том числе и до строительства нового стадиона. А этих долгов выше крыши. Выше крыши недостроенной новой Местальи. Работы здесь в очередной раз приостановились года полтора назад. Денег критически не хватает. А это самая окраина города. Вечером после работы сюда приходят потренироваться футболисты клуба 7-го дивизиона. Баку-Валенсия. Годовой бюджет команды 30 тысяч евро. И все счастливы. А более всего основатель, президент, владелец, а также главный и единственный спонсор клуба Гюльнара Ханбабаева. Фрукты здесь очень витаминные. Я не знаю, Россия их продает. Но покажите, продайте. Алкачёва. Это очень хороший продукт. Это имеет очень много витаминов. Я не знаю, это есть в России? Продается в России? Эти артишоки основной источник финансирования клуба. И яблоки тоже, и помидоры, и картошка, и даже бананы здесь идут на благо футбола. Гюльнара родилась и выросла в Азербайджане. Потом долго жила в России, а несколько лет назад перебралась в Валенсию. И открыла тут собственный магазинчик овощи-фрукты. Вся выручка до последнего цента идет на содержание команды. Еще и муж помогает. У него есть ресторан где-то на Канарах. А все игроки знают, что у вас такой магазин? Нет, они не говорили то, что я делаю в моей жизни. А откуда вы им говорите, что деньги? Они мне этого не спрашивают. Да. После магазина нужно быстро зайти домой, переодеться и двигаться дальше. Впереди еще очень много дел. В Валенсии социально активная Гюльнара возглавляет местную азербайджанскую общину. Однажды ей позвонили из региональной футбольной федерации с предложением выставить на товарищеский турнир команду Азербайджана. Азербайджанцев, умеющих играть футбол, в Валенсии не нашлось. Но уронить в глазах испанцев честь и гордость своей страны она не имела права. Я говорю, Сулейман, иди сюда. Да, мама, что хотела? Я говорю, надо играть в футбол. Говорит, а мама, ты что, я не умею в футбол играть, я не знаю, что такое футбол. Я говорю, ничего, ты не переживай, я тебе научу, как это надо играть. Это просто мячик возьмешь, и потом будешь знать, что с ним надо делать. И думала, нет, только с ним не обойдемся, мне надо больше игроков. Когда я проходила по улицам, я видела, и здесь есть эта речка, которая высохшая. И я всегда видела, что там приходят иностранцы, всяких народов я видела, и играет в футбол. И я думала, я не думая ничего, взял, собрался и пошла туда вечером. Это было как раз вечером. И мне повезло, они были там. Вот так и выглядит рынок свободных агентов для команд низших дивизионов. Прямо в русле пересохшей реки Турия городские власти организовали парковую зону. Здесь есть вот такие незатейливые футбольные поля, куда ближе к вечеру приходит погонять мяч местная молодежь, иммигранты, бездомные, ну и бог знает кто. В общем, выбирай любого, на любой вкус, на любой цвет и даже с любым паспортом. Так и получилось, что в буквальном смысле слова половину Баку-Валенсия в конечном итоге нашли вот под этим мостом. После турнира игроки уговорили Гюльнару продолжить заниматься футболом на постоянной основе. Так и возник клуб Баку-Валенсия, гордо занявший свое место во второй региональной лиге. Шестью ступеньками ниже, чем, например, Мадридский Реал. Ахан Бабаева стала местной знаменитостью. Единственная в Валенсии женщина, хозяйка футбольного клуба, так еще и иностранка. Сеньора Гульнара – это человек, благодаря которому мы тут узнали, что такое Баку и что такое Азербайджан. Она с успехом представляет свою страну в структуре испанского футбола. Про нее уже газеты пишут. И с таким упорством сложно предположить, как далеко она сможет зайти. А мы, как местные власти, чем сможем, обязательно будем ей помогать. За три года существования команды азербайджанцы в ней так и не появились. Хотя коллектив сложился многокультурный и многонациональный. Средний возраст – лет 20 с небольшим. Примерно две трети игроков – местные испанцы. Их ничуть не смущает выходить на поле под названием Баку. Еще есть латиноамериканцы и африканцы, среди которых особой статью отличается сенегалец Малик – ценный защитник с опытом игры аж двумя дивизионами выше. Да, мы называемся Баку. Мы здесь как бы в Испании представляем весь Азербайджан. Как маленький филиал. А значит, мы должны достойно защищать цвета своей команды, добиваться поставленных целей и идти по пути профессиональной футбольной карьеры. Русских в команде двое. Денис Демидов – вратарь из Ростовского с Дюшор. Много лет назад приехал к родственникам погостить и так и остался в Испании, не потеряв надежд на успешную профессиональную карьеру. Постоянно принимаю участие в спортивных агенциях. Здесь участвую в пробах различных. Вот буквально на прошлой неделе присутствовал на сборах футбольных клубе «Ареаль». Участвовал в соревнованиях там с ними. Ну и если будет возможность, хочу поехать куда-нибудь, поехать в Россию, в Динамо, например, в ЦСКА. Или вернуться в футбольнику Простов. Естественно, за родной юг России выступать – это всегда приятно. Другой русский Арсений Панферов играет в обороне. Начинал в газовике в родном Оренбурге. Потом вместе с семьей перебрался в Испанию. Отец-строитель также помогает в клубе в роли, скажем так, администратора. Сам Арсений перепробовал здесь много профессий, но, похоже, пойдет по стопам отца. По плитке, по стройке, все, где есть деньги, там работаем. По чуть-чуть везде. Какие последние варианты? Чем сейчас занимаешься? Мы с парнем занимались плиткой, с испанцем, с одним познакомством. Продаем плитку, заказываем, продаем плитку. Даже есть заказы в Россию, в Москву. Так вот, несмотря на кризис, что-то делаем, успеваем. Все игроки собираются на поле вечером, после работы. Одним футболом на уровне седьмого дивизиона сыт не будешь. Тем более, что зарплату в команде получают всего лишь несколько человек. Примерно по 500 евро в месяц. Тысяча евро в месяц – оклад главного тренера. Пака Пласа чуть за 30. Недавно получил профессиональную лицензию. Поэтому, заработав в Баку, взялся с живым интересом. Воскресная афиша зазывает на матч 26-го тура в 8-й группе 2-й региональной лиги. Баку-Валенсия играет на выезде против Хувентуд Эль Кармен Манисес – крепкого середнячка. Среди множества изумительных искусственных футбольных полей спорткомплекса Манисес легко можно заблудиться. Но Гюльнара все-таки отыскивает своих игроков. Все как один приехали заранее, без опозданий. Просматривают соперников по группе, которые вот-вот закончат свой матч и освободят поляну. Пара оргвопросов с президентом клуба соперника решаются тут же, на месте. Он владелец верфи и тоже все деньги тратит на содержание команды. Тем временем Пака на предматчевой установке явно в ударе. Присутствие в раздевалке телекамеры его не смущает, а наоборот мотивирует. Атакующие акценты четко расставлены, свои чужие стандарты подробно развиваются. На глазах у иностранных журналистов Баку просто не имеет права на поражение. Если бы в местном курсовете была доска почета, фотография Хан Бабаевой висела бы там вечно. Местные власти неожиданно высоко оценили ее вклад в развитие футбола в Валенсии. И особенно в то, что касается межнациональной интеграции. Символом которой, по сути, и стала команда под названием Баку-Валенсия. Главы муниципалитета с удовольствием приехали на игру в качестве почетных гостей. Задачу выхода в дивизион повыше Баку решает уже третий год подряд. Но каждый раз зависает где-то в середине турнирной таблицы. Сил и ресурсов на укрепление команды у одной гюльнары явно недостаточно. Уровень соперника в дивизионе примерно равен. Очки набираются с большим трудом. Существует, правда, еще один путь. Говорят, в третьем дивизионе есть команда, выставленная на продажу. Хан Бабаева мечтает ее купить. И тогда Баку сразу же окажется в двух шагах от элиты испанского футбола. Но на эту сделку необходимо больше 100 тысяч евро. Бананы и артишоки таких денег не приносят. А в родном Азербайджане команда из Валенсии пока еще никто не заинтересовался. Поэтому к осуществлению мечты гюльнару пока что приближает очередная победа ее команды со счетом 3-2. А завтра будет понедельник. Гюльнара снова начнет ее в своем магазине. Кто-то из игроков будет продавать плитку. А футболисты мадридского Реала возможно отмечать чемпионство. Пока еще не подозревая, что когда-нибудь им придется сыграть против.